Кто гравирует с утра до вечера, тот живет богато и обеспеченно. Ребят, ну, приходится в Калаке, что до хрена. Друзья, всем большой привет. Сегодня у нас будет интересный видос. Ну, в принципе, разнообразим, как говорится, контент. Сниму про автоподвески, то есть такая вот штука на коже. Будет у нас две тонкие металлические пластинки. Как их гравировать в черный цвет покажу, расскажу. То есть здесь сложности нет. Я не сыгрю сразу. Это процесс долгий. То есть на это надо будет выделять время минимум 15 минут. Дальше у нас будет заказ зажигалка. Вот зажигалка с дисплеем. Это у нас идет спирально. Есть также на зажигалке вот такие вот электроимпульсные. В продаже у меня тоже они есть. Но мы сейчас сливаем то, что мне не нравится. Вот эти вот я солью. Гравировать будем мы на станке GPT-50LP. Прикольная тема. В продаже они у нас бывают. Есть под заказ, будет наличие. То есть, ну, в принципе, всегда можно обратиться и узнать, что есть или нет. Говорю сразу, по пластику работает прикольно. Сильно его не пережигать. Плюс у нас пятнышко здесь примерно 0,05 мм. За счет этого получается гравировка по пластику более или менее приятная. Потому что мы делаем большие проходы, межслойные. Здесь единственное, нет контрольных пульсов. Но мы можем за счет частоты этот вопрос решить. Был станочек. Он есть. Вот такой вот у нас стоит там вдалеке. GPT-MOPO M8. 20-ваттка. Гравирует он охрененно четко, стабильно, круто. Все замечательно. Есть небольшой нюанс. Пятнышко очень маленькое. И гравировка получается очень тонкая детальна. На пластике, к сожалению, такой вариант сложнее сделать. Но в этом есть огромный плюс данного станка. Кто очень радует в данной ситуации, когда я создаю макеты, то что я беру свою базу макетов. Из них уже готовы. Все есть. Сойти Ctrl-B. Импортируем векторный файл. Ctrl-B 121. DXF уже сформирован был. Заранее здесь классика. То есть она уже есть в базе макетов. Все остальные макеты уже есть. Человек просто просит по факту сделать то, что уже у нас есть в макетах. Круто, просто, быстро и замечательно. Дальше ситуация простая. Ctrl-U. Разгруппировываем все, что есть. Назначаем, ну скажем так, заочно черным цветом, чтобы нам не путаться. Поехали. Вот эта часть будет играться на дисплее. Дисплей у нас шириной 19 мм. Допустимая зона гравировки. Гравировать ее будем без контуровки. Будем гравировать двойной непрерывистой змейкой. Змейка, которая у нас начинает и не прерывается. Есть, естественно, места переходов, поэтому здесь все надо учитывать. Обязательно ставим галочку CrossHatch. Плотность лейки поставлю примерно 5-6 сотых мм. Ну, сделаем 6. Ах, что у меня. Никота. Уйди на Федота, да? Цвет сделаем. Ну, давайте синий такой вот цветик. Семицветик. И тоже обозначим здесь синим цветом. Убираем галочку. И настраиваем параметры. Параметры сделаем 2500. То есть мы увеличиваем скорость больше. Мощность мы снижаем до минималки до 6%. И частоту я сделаю 20 кГц. Ну, единственный вопрос. При 20 кГц на 6% вряд ли будет цеплять. Но нам надо очень нежно снять лакрасочную поверхность. Так, ставим StartTC 120. По поводу StartTC NTC на канале у меня есть эти видосы. Можете их смотреть. Там, блин, дохрена что рассказывал. То есть все вроде бы подробно объяснил. Так, теперь тыльная сторона. Так, мы будем мить полокрасочной крышки металлической. То мы оставляем черным цветом. Ставим заливку. Также двойной змейкой непрерывистой. Цвет заливки ставим черный. Плотность ставим 0,02 мм. 0 кросс-скач маркировкой контура в конце. Нажимаем ОК. Ctrl-C, Ctrl-V. Шаг вниз, шаг влево. И назначаю просто зеленым цветом, не заморачиваясь. На наших платах такое возможно. Делаем скорость 2000. Это будет у нас чистка. Часота 40 кГц при мощности 12%. Мы будем выбеливать материал. Есть. Готово. Часть готова. Теперь переходим у нас непосредственно уже к нашим автоподвескам. Вот здесь есть небольшая загвоздочка. То, что у нас наш материал тоненький, гравируемый в черный цвет. Поэтому будем бить на небольшой мощности, небольшой скорости и, скажем так, на повышенных частотах. Оставляем двойную непрерывистую. Оставляем змейку, кросс-хатч. Ставим плотность 0,06 мм. Это будет просто ад. Потому что это будет очень долго, очень нудно. Галочку контур-рамка нам здесь, в принципе, не нужна. Выровнять по краям. Ну, здесь на таких плотностях никак не сыграет роль. Но все равно сделаем. Цвет заливки я сделаю розовый. Ну, не знаю, нравится мне этот цвет. В планах того, что я делаю именно этим цветом черные контрастные гравировки именно в глянец. Отлично. Оставляем обязательно контур круглый, которым будем мы центроваться. Делаем то же самое у нас с нашим вторым макетом. Это молитвочка. То есть назначаем его тоже розовым. Переходим в заливку и просто автоматом нажимаем ОК. Все, залилось. Теперь переходим по поводу параметров. Выборка материала. Черным цветом маркера. Скорость 1200. Мощность 40. При условии, что настройки до G50LP. Частота 40 кГц. Этого будет достаточно, чтобы снять именно краску с нашей зажигалки. Синий мы уже настроили, его не трогаем. По зеленому мы его тоже настроили. Все супер. И остался у нас розовый. Здесь, конечно, выбор, ассортимент большой. Поставим скорость 120. Мощность поставлю 11%. И частота 65 кГц. Где-то в этом диапазоне должно получаться вроде бы неплохо. Единственное, смещает мощность 11%. Потому что именно при таких частотах мы сможем пережечь наш материал. А так у нас будет тягачка ОК Раскач. Мы можем это все убрать до 10%. Но это, опять же, примерный опыт на наработке. То есть, это надо все учитывать. Обязательно вставляем фокус, чтобы мы точно знали, что будет стабильная гравировка. Включаем заранее источник, чтобы пока мы настроили нашу позицию по гравировке, у нас все прогрело, все хорошо. Рекомендую включать его хотя бы за 5 минут. Ребят, не допускайте косяков. Одних и те же. Наш макет вместе с внешним контуром загоняем в центр. Теперь нажимаем галочку контур рамка. Это принципиально важно. Выделяем внешний контур. Нажимаем F1. И получаем, в принципе, уже калибровочный круг, к которому мы можем попасть в нашу заготовку. Кто обратил внимание, железочки на автоподвеску, у меня, по крайней мере, на моих автоподвесках, идут всегда отдельно. То есть, я всегда делаю отдельную кожаную часть, отдельно делаю железочку. Так проще гравировать. Если где-то накосячил, то я ее выкинул и поставил в другую железку. То есть, у большинства других, кто продает автоподвески, они их почему-то клеят сразу. То есть, ну, блин, а если ты неправильно что-то отгравировал, то получается, что выкидываешь в целиком автоподвеску. Заменить железочку стоит, ну, грубо говоря, 40-50 рублей. Заменить автоподвеску стоит 200 рублей. Ну, разница приличная. Поэтому, кому интересно, обращайтесь, автоподвески есть. Но делаю только таким образом. То есть, делаю только лишь их раздельно. Никогда их не склеиваю вместе при продаже клиенту. Одна задача полностью готова. То есть, получается, мы здесь сделаем черный глянец, хороший, насыщенный, который, в принципе, не стирается, не смывается. Выглядит все здорово. Железка у нас не погнулась. Тыльную сторону обязательно мы зашкуриваем. Создаем адгезию для клея. Потому что металл клеить кожу, здесь, на самом деле, есть некоторые свои сложности. Можно использовать как жидкие гвозди, но они слишком толстые. То есть, скажем так, слишком толстый слой для приклеивания. И выглядит не особо хорошо. Поэтому рекомендую использовать либо двухкомпонентный клей, либо что-нибудь типа секунды. Опять же, не забывайте про то, что это клей, который состав какой-то ацетат у него. И он оставляет белые следы на поверхности. Опять же, на черной коже будет хорошо видно. Поэтому наносить его с осторожностью. Вот. И то же самое получилось у нас со второй железочкой. То есть, аналогичная ситуация. Насыщенная черная глянцевая гравировка. Прям крутая реально. И железка у нас, получается, не погнулась. По времени гравировка составила 5 минут одна сторона вот такая вот. И там где-то минут 4-2 составила. Все. Теперь мы ее клеим, готовим ее к процессу, как говорится, выдачи клиента. Теперь, кстати, у нас самый сложный, самый интересный процесс. Здесь связан с зажигалкой. Говорю сразу, мне они не нравятся тем, что, блин, любые косяки на этих зажигалках, тем более, что это придется нам еще и красить, эти косяки приходится исправлять перекрашиванием, переделками. Это слишком сложно, слишком геморройный процесс. Но, в принципе, работать с ними можно. Народ берет, спиральки здесь меняются. Запасная спиралька есть в комплекте. Кстати, по гравировке дисплеев я снимал видос ранее. Видос был доступен, по-моему, для тех, кто приобретал обучалку по инстаграму, по продажам, по работам. И там я рассказывал, по-моему, по тематику, как правильно играть дисплей, как их красить, как когда выйдет ума. Здесь самое главное, это у нас будет отпечаток пальца, который, ну, вон, как, типа, сигналит, где нажимать, чтобы было клиенту понятно. Он изначально идет на дисплее. В то же самое место его гравировернем. То есть, сделаем здесь несколько проходов. Единственное, опять же, будем сейчас краску снимать, поэтому надо учитывать то, что вытяжка должна быть включена обязательно. Так, ну, поехали. Так, процесс пошел. Раз, два. Ну, надо раз где-то восемь. Восемь, а то даже и раз пятнадцать. Потому что у нас частота идет низкая, за счет этого мы снижаем Q-пульс. Конечно, идеальный вариант, если мы под наш дисплей подкладываем какую-нибудь там пластмасску прозрачную и видно, что мы действительно маркируем. Вот в этом случае, кажется, получается прикольно. Я вот реально вижу, что я не могу снять ее. Блин, не снимается. Чуть-чуть поднимем мощность. Чуть поднимем лица вставки. Во, понеслось. Вот примерно при таких условиях. То есть, у нас была мощность 6%. Мы сейчас поставили 9%. Тут главное не переборщить. Потому что, когда начнет пластик обугливаться, чернеть, тогда он не будет через себя пропускать свет. Но задача в том, что как это поделить. В данном случае пластик у нас не гравируется, не маркируется. И когда он вот сейчас, допустим, да, маркировка не проходит, то, в принципе, мы уже сняли краску. В принципе, в принципе, достаточно. Отлично. Так, во второй части все то же самое. Порядка 15 проходов придется сделать. Сделаем в районе 10, потому что можем сжечь напрочь. Примерно центруем. Есть здесь несколько косяков. Можно попасть, скажем так, в зону, где у нас идет кнопка металлическая. Там пластинка стоит. Мы можем попасть в зону, в нижнюю часть, где у нас не будет его видно. То есть, здесь надо уже самостоятельно прицеливаться, исходя из макета. Да, и главное, что я не сказал, это в любом случае макет придется вам инвертировать. То есть, если вы его не инвертировали, то, соответственно, мы делаем на тыльной стороне дисплея. И здесь, увы и ах, у вас картинка будет изначально уже гравирована в инверсии. Поэтому не забывайте этот процесс. Вот на данном зажигалке мне это не нравится. На зажигалке, в котором у нас были предыдущие, электроимпульсные, там все круто. Открываешь крышку, у тебя светится подсветка, ты просто берешь ее и гравируешь, не заморачиваешься. И получается все прям шикарно. Так. Вот здесь, конечно, ситуация такая, надо понять, догравировалась или не догравировалась. И что будет дальше. Я вижу, что краска еще снимается. Но может сниматься и пластик. И чем это чревато? Тем, что, в принципе, при включении самой зажигалки, там у вас будет не синего цвета, такого желто-мутного цвета. Так, ну что, тормозимся, ставим, смотрим, что получается. Надеюсь, все вышло. Давненько просто не занимался этим процессом, если клиентов обортовал, жена говорит, ну блин, клиенты идут, почему бы и нет? Почему бы не взять заказики? Ну, предположим, что догравировалась. Так, предположим. Переходим к тыльной стороне и уже в конце покажу, что получилось в результате. Ну, меня пока устраивает. Клиентов, я думаю, должен устроить, потому что не все клиенты знают, как должно это все выглядеть. На самом деле. И вот так вот они разуются. Вторая сторона также устанавливаем фокус. Кладем ее уже на ложемент. Опять же, ложемент идет изначально родной. Зажигалочный. Берем макет. Загоняем в центр. Ф1. И нажимаем Ф2 в вытяжку по львому ключу, потому что без нее тут сейчас задохнуть. По итогу мы получаем автоподвеску. ее потом в конце продерываем спиртом, чтобы убрать отпечатки пальцев. Упаковываем в индивидуальный пакет. Бок-пакет с клапаном. Веревочка допустимая для вешания его на зеркало. По зажигалке все аналогично. Мне эта модель не особо нравится. В целом все круто получается. Все читаемо, все видно. То, что клиенты хотят, то здесь и выходит. Я предпочитаю все-таки вот эту модель. Она более надежная. Поэтому эти модели сейчас не заказываю. Заказываю только эти. Здесь опять же уже идет дисплей закрашенный. Изначально. Разбирается гораздо легче. Гравируется легче. В этом плане я даю подпочтение. Ребят, думаю видос был полезный. От вас как всегда не забывайте ставить жирный толстый лайк. То есть подписываемся на канал, если кто еще не подписался. Здесь будут обучалки по работе со станком. Кому надо приобрести оборудование тоже так же обращайтесь. с ним вопрос. Кто скидывает донат отдельно вам огромное спасибо за то, что вы здесь учитесь. Благодарите. Денежку собираем на станочек. Станочек будет покупаться для тестов, экспериментов не более. То есть вот эти полтинники GPT-хи мы торгуем. Уже это проверенное оборудование, которое, блин, работает уверенно, проверенно и качественно. Станок типа MOPPO M8 это новый современных ноги, который в принципе еще не обкатан. Еще неизвестно, что они умеют делать, как они умеют работать. И вот про них бы хотел поснимать больше информации, то есть больше снять видеороликов, которые будут показывать то есть принцип работы, что вообще они могут делать, как они будут работать с теми самыми железками, допустим, на автоподвесках как они будут работать с зажигалками, насколько они возможности там есть у них там резать пластики, металлы и все остальное. То есть это было бы интересно. Поэтому все совместно можно поддержать эту идею. Ссылочки для доната будут в описании. Все, ребят, всем пока-пока.